Продолжаю я изучение мира Kingdom Come Deliverance за кадром стримов, то есть в виде серий. И сегодня у нас за подкарты, вернее, самые любопытные находки и места. И первое в списке. Неплохой такой, в шахте обнаружился мешочек. Так, шахта с пещерными грибами, понятное дело, вот они на стенах растут. Кстати, полезные и ценные предметы, но вот здесь деньги. Длинный лук из ясеня, 13,7 по силе. Игральная кость Царства Небесного. Книга-марафон. Только с 15 уровня, правда. Ценные туфли, куртка почти как моя. Ну, обаяние на единичку меньше, заметность тоже меньше, правда. Перчатки Warforce 10-10-4, как мои, только обаяние 20. Украшенный немецкий бацинет, рецептор Тимизия. В общем, берем все. Все можно продать, либо одеть. Ну и вот такое можно в лесах встретить. Ведьмин круг. Мухоморов, такой уже достаточно знакомый. Спасительный шнапс. Консервант. Ведьмины зелья. И Идол плюс рога. Идеальный алтарь. Ведьмины зелья, пожалуй, брать не буду. Равно как и все прочие. И в своих странствиях по лесам я нашел враник. Не знаю, что это пока что похоже на заброшенную крепость. По крайней мере, внутри никого. Выглядит как пустая декорация для чего-то, либо покинутый лагерь. Ну, а смотрю здесь, если что-нибудь интересное помимо кустов крапивы найду, то вам покажу. И вот такие вот сцены тоже на дорогах встречаются. Тут два варианта. Видный кинжал и ножик в руке. Два варианта такие. Либо на влюбленную парочку, или типа того, напали разбойники. Либо сначала он убил ее, а потом себя. Но учитывая, что они на дороге лежат, я более склоняюсь все-таки к первому варианту. Что это были разбойники. И, кстати, нашел тележку в лесу, а вокруг куры. С десяток, наверное, кур бегает. Видимо, опрокинулась тележка, а куры разбежались. Вот такой тоже в Сазавских лесах встречается. Забавно. А вот еще в лесу под Сазавой. Такой вот непонятный эшафот, наверное. И в мешке под ним деньги. Игральная кость фер. Демоническая. Магдебургский меч. Очень неплохой. Немецкий бацинет. Тоже прекрасно лучше, чем наш. Ну, рецепты, сапоги дворянина и темная миланская бригандина, кстати. Мне кажется, мне подойдет и бацинет 16166. Лучше, чем он наш. Шапель явно выглядит. А бригандина 242410. Против нашей 18187. Да, гораздо лучше. Единственное, что, конечно, не сочетается особо с Вафенроком. Но вот мы теперь полностью похожи на рыцаря. На настоящего. Птичка, тебе там нормально? Тебе точно нормально? Да, ей нормально. Так, и здесь мы ищем купца с молдавитом. И, похоже, вот его тележка. Следы традиционные идут в лес. А лошади нет. Так, ну, вроде бы тут следы заканчиваются. Я тут немножко пошлялся по лесу, но там есть какой-то лагерь. Давайте к ребятам заглянем. Мы сейчас вот так выглядим. Довольно опасненько. Подобраны доспехи из различных схронов. Миланская бригандина. Успешно мной используется. Пару разбойников на неплохие нарукавники раздел. И фехтуем мы как раз таки. Магдебургским мечом. Давайте выйдем к ребятам, поговорим. Ну? Попал. Ах ты ж. Сдавайся. Надо было сдаваться. Ну, это потом. Посмотрим. Меня интересует сундук. А ключика нету. Ага, Мартин Вижек. Вот он. Понятное дело, уже с него всё сняли. Ага. Ключ от сундука. Ну, в принципе, я с отмычками уже навострился. Можно и вот так попробовать открыть. Да. Это... Алтарная свеча из Франции. Гроши. Вот он молдавит. Чаши из венецианского стекла. Да, замужские товары. И вот ещё один мешок с игральными костями. Опять в пещере, но на этот раз это к северу отскалится уже, практически на границе карты. Вот такая пещерка, скелетский мешочек, деньги, ожерелье и плохая игральная кость. Иногда кости падают хорошо, иногда нет, это как правило нет. Рецепт консерванта, сапоги, четверочастная воинская куртка. Примерим, либо продадим, я думаю, это уже никому не пригодится. Решил я ещё пройтись по картам сокровищ, которые есть в игре. И мне кажется, это точка для сокровища за номером один, и вот оно, это сложный замок. Вот только, к сожалению, вскрыть я его не смогу, потому что у меня мастерство взлома замков не настолько хорошо раскачано. Увы. Хотя попробовать можно, но... Вот как раз есть очко умений для взлома. Угу, прочные отмычки. Но всё равно замок тяжеловатый. Место неудобное. Зараза. Так, все отмычки сломаю. Зараза. Ага. Что, всё? Отмычки кончились? Да. В общем, это единственное место, где я смог нечто похожее на то, что надо добыть или открыть по первой карте. Сейчас я вам её покажу. Вот. Типа череп, кости, направление на север, направление на югу, восток здесь надо брать. И вот на это место похоже то, куда нас отправляют. Вот только копать здесь нечего, есть только этот сундук и ничего более. Ну ладно, мы поломали кучу отмычек, сундук не открыли, идём дальше ко второму месту, отмеченному на карте. Вторая точка по карте сокровищ за номером 2, но тут пусто на самом деле. Никаких объектов для того, чтобы начать копать, нет. Так что здесь похоже ничего. Ещё раз смотрим на карту. Карта сокровищ 2. Это как раз таки пещера от Раттая через реку на север. Потом северо-восток и будет эта пещера. По карте это как раз таки вот здесь. Потому что вот он мост, вот дорога, ледечка там немножко упоминается. Северо-восток от камней. Камни находятся где-то здесь. То есть пещера та, но ничего здесь нет. Может в этой куче что-то. Нет, ни капли не копается. И кажется, наконец-то я нашёл то место, которое по карте показывается. Карта сокровищ 3. Могилка возле мельницы, рядом с озером. И вдоль изгородя. Интересно, могилка фальшивая или настоящая? Потому что можно и замаскировать под могилку настоящую... Настоящее сокровище, сундук спрятать за место тела. Ну, правда, я мертвецов всё равно выбирать не буду, так что... Ё-моё. Чисто ради интереса. Боевой молот с шипами, грант, бацинет, гроши, игральная... Кость для нечётных чисел. Койфорхоз на голеннике. Баяние 12. 10. Нюрнбергский панцирь. Баяние 16. Ну, я действительно, похоже, потревожил семейную пару. Ладно, буду... Ничего не буду трогать. Надо бы это всё закопать и ехать дальше. Кстати, маки здесь красивые. Я чувствую себя под лицом. Попытка по четвёртой карте найти место, где находится... Искомый предмет ни к чему не привела, я так понял. Надо искать... То ли где-то здесь, то ли где-то здесь. Этот сектор я весь обыскал, там ничего нет. Попробуем ещё поискать здесь, но если продолжения не будет, то я, значит, ничего и не нашёл. А, кстати, тот чувак по квесту, полумёртвый, он сидит до сих пор. Ну и пусть сидит. Не будем ему мешать. Сокровища я так и не нашёл. Одна из многочисленных карт, наконец-то, дала результат. Это у нас... К югу от ровный одинокий домик. И вот где я его определил по карте. Аж вот здесь. И похоже, что определил правильно, потому что... Вот она, типа, могилка. Но мне кажется, это всё-таки не могилка. Хотя нет, таки могилка. Макдебушский панцирь, к чему ключи, сапоги для верховой езды. То ли разбойник, то ли искатель приключений. Ну ладно, этого тоже придётся закопать. Обратно. Кстати, это не Беладонна, случаем. Сверху полынь. А снизу какая-то простая трава. И последнее сокровище, которое я по карте смог отыскать, это... К северу Цозавы. Остров. На карте он выглядит вот так. В принципе, легко находим. И здесь у нас не могилка, но сокровище. Игральная кость для чётных чисел. Меч барона-разбойника. Медные туфли, украшенный панцирь. Обаяние аж 17 букварь 4 уровня. Плюс денежки. Так, давайте-ка я посмотрю, как на мне будет выглядеть этот панцирь. 21, 21, 9, 24, 24, 10 бригантина, конечно, лучше. Но панцирь сам по себе очень красив. Просто великолепно выглядит. Золото с чернением. Прямо по моде того времени. Вот такое вот изучение карты. Вот такое вот путешествие в поисках кладов. Надеюсь, было интересно. Всего вам доброго. И спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok